Мы, как никто, знаем цену вещам, которые окружают нас. Чтобы не случилось, мы киевский картонно-паперовый комбинат. Цены завтра поруч. Американские Абрамсы уже в Украине. Танк, рожденный для охоты на россиян. Взрывается вместе с башней, башню в космос отправляет. Секретные возможности охотника. Урановый лом и противопехотная метла. Это фактически лазерный луч, который просто вылетает за счет огромной просто скорости. Как повлияет на ход войны батальон Абрамсов? Человек это сталь, а танк всего лишь кусок железа. И где именно американские танки будут прорывать оборону россиян? Это видео не показали ни на одном из российских пропагандистских каналов. Полтора года до полномасштабного вторжения российские танкисты демонстрируют свою аналоговнетную технику на подмосковном полигоне Алабина. Управляемая ракета. Дальность до 5000 метров. Распиаренный танк Т-90 выпускает ракету «Рефлекс» по макету. А выходит, хотели как лучше, а получилось как всегда. Стрелки мажут. Комментатор вешает зрителям лапшу на уши. Внимание! Итак, мы слышим, что фактически в корму попадает танку. Еще один выстрел теперь из Т-80. И вот она видна, хорошо сейчас управляется, получу лазера. Очередной промах комментатор называет «рикошетом». Рикошетом немного уходит выше. Следующий выстрел. И ракета летит вообще в небо. К чему мы показываем это видео? Именно эти танки собирались взять Киев за три дня, а их гусеницы россияне мечтали мыть в Ла-Манше. Теперь, по данным из открытых источников, почти 600 из них добровольно, правда, как трофеи, пошли служить ВСУ. А Украина создала танковую коалицию, в которую вошли уже больше десятка стран. Немецкие леопарды, британские челленджеры и вот, наконец, американские Абрамсы. Сегодня мы заглянем под капот именно этому зверю. Более того, попытаемся противопоставить Абрамс М1А1 лучшим российским разработкам. И даже проведем виртуальное танковое сражение. И посмотрим, кто победит. Вперед! Модификация М1А1, которую передают Украине, участвовала в двух войнах – в Персидском заливе и в Ираке. Вот как описывает свое сражение с советскими Т-72 легенда бронетанковых войск США, тогда еще капитан Макмастер. Если вы броситесь на врага в пустыне и сможете вести огонь каждые 3 секунды одним из 9 танков М1А1, которые не промахиваются, очень быстро вы сможете сломать врагу хребет до точки, когда он просто не сможет оправиться. В той операции за 23 минуты 9 М1А1 и 12 Брэдли уничтожили 28 танков, 16 транспортных средств и 39 грузовиков противника без потерь с американской стороны. Что же это за зверь, щелкающий советские разработки, как орехи? Начнем разбор. Двигатель М1А1 должен тянуть махину весом 57 тонн. один из самых тяжелых танков на планете. Так что и мощность огромная – полторы тысячи лошадиных сил. Бак – почти 2 тонны. Но и расход – до 700 литров на 100 километров. Он объективно может быть лучше, потому что может отдать свою мощность значительно быстрее. Еще один большой плюс для Украины – газотурбинный двигатель М1А1 многотопливный. Кроме авиационного, он может ездить на бензине и даже на дизеле. Причем потребление при этом становится на 30-50% меньше. А это уже конкурент «Абрамса» – российский Т-80. Двигатель у него в полтора раза слабее, да и завести не всегда удается, даже в идеальных условиях полигона. Как, собственно, и перспективный российский танк «Армата», который заглох просто на репетиции парада на Красной площади. Основное оружие – гладкоствольная пушка М256 немецкого производства «Рейнметал». 120 миллиметров – золотой стандарт. Создана именно для того, чтобы уничтожать советские танки на Европейском театре военных действий. И что любопытно, танк «Абрамс» постоянно модернизируют, а вот его пушку нет. Американцы пока ее менять не собираются. И это прямо говорит о том, что они считают ее достаточной для того, чтобы уничтожать любой танк, который сейчас находится на поле боя. Также на вооружении М1А1 пулемет калибра 12,7 миллиметров и тысячу патронов к нему. И два пулемета М240 калибра 7,62 плюс более 10 тысяч патронов, что делает танк критически опасным и для бронетехники, и для живой силы врага. А теперь о невероятных снарядах «Абрамса» и чем они могут помочь нам на поле боя. М829 – снаряд с обедненным ураном. Длина – 800 миллиметров, масса – до 10 килограммов. Самое надежное средство для поражения любых российских танков. Это, конечно, хорошо против брони других танков. Предположим, если случился такой редкий случай, когда выкатился танк российский, можно вот то, что этим урановым ломом можно зарядить. Представьте себе урановый лом, летящий на скорости полтора километра в секунду. А это четыре скорости звука. Когда М829 попадает в танк, он пробивает и броню, и динамическую защиту. Это фактически такой лазерный луч, который вылетает за счет огромной скорости и веса, то есть энергии, которую он имеет. Он проламывает танковую броню, из-за чего образуются после пробития вторичные осколки от уже пробитой брони. И все это поражает танк внутри. Танки россиян на дальность выстрела наших урановых ломов уже не рискуют поддержать. Именно поэтому лучше использовать «Аврамс» как поддержку пехоты с другим снарядом. К примеру, СЭМ-1028. Его можно действительно назвать противопехотной метлой. 1100 вольфрамовых шариков уничтожают все живое в радиусе до полукилометра на открытой местности и даже могут пробивать кирпичные и шлакоблочные стены. То есть у вас снаряд взрывается, допустим, над окопом и осеивает это все вот осколочным элементом. То есть все, кто находится в окопе, внизу, в поле, в посадке, неважно. Это как раз прямо идеально то, что нужно. А теперь о главном. Фантастическая броня «Абрамса» с использованием обедненного урана. Ее секрет Соединенные Штаты держат в строжайшей тайне. Известно ли, что это многослойная комбинированная броня? Что там внутри неизвестно, поэтому есть предположение, что там вместо обедненного урана используется вольфрам. Но это предположение. Это элементы разных типов, позволяющие уменьшить коэффициент полезного действия от пробивания того или иного боеприпаса. Урановая лобовая броня «Абрамса» настолько крепка, что во время так называемого «дружеского огня» в Персидском заливе ее не смог пробить другой М1А1, при этом также снарядом с урановой сердцевиной. К слову, рекорд М1А1 по уничтожению основного советского танка Т-72 был поставлен в Багдаде. Тогда один «Абрамс» расстрелял семь машин противника, а сам не пострадал. Правда, Украина «Абрамс» с броней из обедненного урана не получит. Ведь своими секретами США не всегда делятся даже с союзниками. Однако в любом случае сравнить базовую броню «Абрамса» с броней Т-72 или Т-80 или Т-90 невозможно, говорят наши эксперты. Ведь российские танки уязвимы не только для уранового лома, но и даже для дронов. Хотя эта версия не самая современная из всех «Абрамсов», но даже она, по сравнению с советской архитектурой танков, она достаточно совершенна и опережает советские образцы. Советские танки серии «Т» и американские «Абрамсы», а также «Леопарды» и «Челленджеры» — это не просто разные машины. Это две разные философии. Цивилизованные страны в первую очередь берегут экипаж, в обучение которого вложены миллионы долларов. Был опыт войны судного дня, где Израиль становил Орды Т-55-Т-62, сирийских и египетских. И там были случаи, когда израильские танки подбивались, центурионы, из них выбирались танкисты, и буквально на поле боя садились в другой танк, пересаживались. Их подбивали, они пересаживались в третий танк. По открытым данным, во время войны в Персидском заливе погиб только один член экипажа М1А1, а во время войны в Ираке ни одного. Именно потому, что в «Абрамсе» такая крепкая и очень дорогая броня, а боезапас находится в отдельном блоке, чтобы в случае попадания предотвратить детонацию и спасти людей. Когда взрывается боекомплект в советском танке, то взрывается вместе с башней. Башню в космос отправляют. И это именно потому, что нет такой изоляции боекомплекта. Но на каком именно участке фронта лучше использовать 31 машину? То есть батальон М1А1. Их достаточно для поддержания прорыва механизированной пехоты на фронте шириной 10-15 километров, говорят эксперты. Направление – Мелитополь. Там, ближе к Азовскому побережью, там немного другие уже почвы, которые не так чувствительны к влаге и дождям. «Абрамсы» там более целесообразно использовать, чем, например, если бы их использовали где-то на Черноземе. А теперь давайте устроим поединок между американским «Абрамсом» М1А1 и его конкурентом из России Т-80. Скорость почти одинаковая. Расход топлива на СОКМ. Лидерство пока за Т-80. Двигатель М1А1 почти в полтора раза мощнее. Основная пушка – 120 против 125 миллиметров. Но «Абрамс» оснащен качественным лазерным дальномером и тепловизором. Российские аналоги значительно отстали. Вооружение. Урановый лом и противопехотная метла вне конкуренции. Броня. Исходя из опыта М1А1 в Ираке и Персидском заливе, а также, как горят российские танки на украинской земле, это нокдаун. Константин Павлов специально для телеканала «Фридом». Константин Павлов специально для телеканала «Фридом».